Ребята, какие ошибки увидели мы? Первое. Вы когда вас отшибали, вы уходили и пытались подойти к другой девочке. Что происходит от этого, когда целая группа работает? Парень, который подошел, он пытался что-то сказать, сделать, там, наглаживать, потрогать. У него отшили, и этот человек пошел к другой девочке. И каждый так сделал по пять раз. Все девочки, потроганные, блин, всеми парнями, что это начинает чувствовать? Потому что они не дали никому. Вот, они звезды, ребята. Вы сами перевели их в фрейм звезд, соответственно, они уже получили вашу энергию, схавали, и все, им больше ничего не надо. Они не дали большому количеству ребятам. Соответственно, первая ошибка, это то, что вы отдаете им слишком много внимания. Ваша цель должна получать довольствие от того, что вы общаетесь друг с другом. За столом, где-то здесь общаетесь, прикалываетесь, жжете, ржете, баб, нету здесь. Если она что-то говорит, тогда да, ладно, можно ей что-то ответить, так, вскользь сбросить. Ты получаешь удовольствие от того, что ты общаешься с другом. Ребята, вы реально цените друг друга сейчас. Потом у вас не будет такой возможности, там, с дремя друзьями повезти куда-то. Вот, когда несколько минут пройдет, и девки поймут, что, блядь, что-то не то, почему они нас не обращают вниманиями? Что будет? Конкуренция. Они сами подойдут. Они начнут проставляться немножко, чтобы внимание какое-то свое получить. Потому что они не могут без внимания, да. Но ключ к этому, это не должна быть показуха, вы должны получать удовольствие от общения друг с другом. Спросить, ну как там, чего там, все, получай, сидите за столом, вы с девками не играете в мафию. Вторая ошибка. Вы играете в мафию. Ребята, вот думайте, Алекс и покер, они что, вели эти ваши группы? Да, они, они соблазняли ваших девиц, понимаете? Они делали какие-то штуки, которые направлены на этих девиц. А вы играете в мафию. Да есть два чела, блядь, ну такие-то. Это вранье, я помогал чувакам, соблазняем. Да, ты когда имеешь в пару чуваков, ты помогаешь соблазняем. Вот смотри, ты, который. Если я ее выберу, все ее выберут. Да. Тот, ты Антон? Нет, Зеленый, но ты рядом. Ты говори, как он вообще, как, блядь, мя-мя. Вчера сидит с девочкой рядом, да. Там что-то начинает, она с ним шептаться. Я давал их объединять. Говорю, вообще встали, вышли в бассейн, пошли там, типа, говорю, давайте за то, чтобы мы не ушли. Палыч, да, играй с ней. Ты видишь, я тебе помогаю, забираю води. Забираю води. Нет, я с ней не пойду. Я проголосую против того, чтобы с ней уходить, блядь. Сбирай ее себе, блядь. Нельзя так. Мы вас, мы под вас их подкладываем и малые их рано присылаете. Нет. Она стрёмная, блядь, или что вы там говорите. Еще ошибка. Один стол был нормальный вот здесь вот мой, да. Через мальчик и девочка сидели. Второй стол, блядь. Десять парней и две девочки. Одна из них наша, блядь. Заплодинкаем. Без мать не играешь, блядь. Честно, диланты, где девица. Так, давайте разобьемся, да. Видите, там не хватает. Давайте разобьемся. Пересядем. Пересядем так, чтобы балансов. Дальше, кончилась игра. Пять минут, десять, пятнадцать. Ну что, мы будем еще играть, блядь. Играйте. Что, я вам опять, я показал, как делается все. Дальше сами. Дальше нам тоже, блядь, пособластвуют. Сейчас, сегодня мы не будем вести мафию. Мы вообще никто. Мы будем трочерами. Можете там говорить, вон он чемпион мира, там, да, ну и то. Ну, если хотите ее чем-то уделить. Пусть члены Артема показали. Или, да, два чемпиона мира, один по мафии, второй по члену. А третий по сексу, вот. Не, я не шучу. Можете реально показать мой член. Даже мужика. Я на член Артема вчера девочку соблазнил. Она после этого только со мной разговаривала. Когда я сказал, смотри, какой у него хуй. Подойди, потрогай. Она посмотрела на нее, сказала, ты дурак. Ты что, дурак такая? Ты что, дурак такая? И после этого только со мной общалась. Нет, когда лучше всего. Знаете, почему? Когда вы держите члены друг друга вот так, это лучше всего. Ребята, я вам открою маленький секрет. Она, вот эта девочка, которая, ну, там, играла со мной, да, там, в ее голос. Она уже понимала, что через меня она может получить его член. Поэтому она будет со мной общаться. Это серьезно. Я вам серьезно говорю. Вы все думаете, что это шутки, да? Да, но это, это правда. То есть, если ты показываешь, что через тебя женщина может получить члены всех мужчин, то она тебя вообще никогда больше не отпустит. Сюда. Это, это странно, да, звучит, наверное? Ну, правда. Ну, смотри, я вижу, мужики охуевают, женщины говорят, да, только есть, блядь. Мужики не верят, они думают, блядь, это какая-то хуйня, по-моему. Так представил, а если это моя сестра, какая-то не мастер. Да, или мама. Или мама. Мама, сестра тоже, если ты видишь, что они через меня будут любого заполучить, любого члена, то все, они больше меня не отпустят. Она что хочет? Мой один член, или член Артема, член Бокер, и всех вас вместе взятых. Конечно, Матю? Конечно, двой. Девчонки, или как, или, может быть, я включу? Не, а не получится, что она будет увидеть, что человек слабой личностью, а хочет, а сильный... Да, конечно, слабая личность будет рекламировать член другого мужика, да, ведь. Скажет, я слабая личность и говно, а у него классный член. Праздец, вообще. Слабая личность так никогда не скажет, понимаешь? Ребята, запомните, слабая личность так вести себя не будет. Слабая личность не будет говорить, что он дрочит, никогда. В общем, все 40 человек на следующей мафии рекламируемой члены. Всего это, да. И Артём Тарахан самый главный. Слабая личность никогда не будет рекламировать своего друга. Все бабы это понимают и ведутся на людей, которые рекламируют друзей. Что вы делаете, когда общаетесь с бабами? Я, 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 я такой, я, чтобы слил друга. Вот, это следующий момент. Да, да, слил друга вообще. Это следующий момент, если... Потолк себе. Ты не должен его сливать, ты должен искренне желать ему подрахнуться с этой женщиной. Только тогда она никогда от него не уйдёт. Если девочка проявляет внимание, отведётся на тебя, дай её другу. Как думаете, что будет? Но ещё сильнее захочет ты с тобой рядом... Только нужно это искренне делать, нужно искренне пытаться. Смотрите, сколько мы не пытаемся дать вам баб, они все к нам идут. Понимаете, вот странная ситуация. Вы пытались всё под вас их положить, и они всё равно нас смотрят. Дуры, блин, идиоты. Я этих тёлок, бутылок, от них ушёл, свалил, сижу с ребятами, и они посматривают нашу сторону. Сидят с ребятами и пиздят, и смотрят на нас, блядь. Мы сидим, игнорим их, они подходят там под предлогом, мол, можно у вас водички подмить, блядь. А можно док. Нахуйку не линус. Пошла! Бу-у-у! И они смотрят на нас после этого. Мы вам отдаём, а они смотрят. Это парадоксально. Нужно отдавать друг другу женщинам. Они тогда начинают судить тех мужчин, которые это делают. Потому что метафорически для них это означает, что ему не нужно, ты ему не нужна. Бля, как я такая охуена, ему не нужна. Что за дела? Вы знаете, встреча охотниц. Закрытая, секретная встреча охотниц. 15 охотниц собираются. И у всех тема такая. Покер мудак. Он охуел. Меня он удалил из контакта. Почему? Он меня удалил из друзей. Почему он у меня? Обсуждение. Они встречаются и обсуждения. Почему покер и удалил из друзей? Бля, пиздец. И меня тоже удалил. Что он такое? Он нас прокачивает или он серьезно? Напомню, вообще. А давайте. И следующее. Полчаса разговора. Через полчаса. У меня там шпион сидел. Через полчаса. Такое. А давайте ему, блядь, что-нибудь подгадим. Давайте генерить, короче. Давайте придумывать, как гадить покеру. Сочиняются люди. 15 человек думают, как гадить покеру. Хуенная история. Вот. Запомните эту историю. Если вы будете так себя вести, они тоже так будут хотеть вам гадить. Ну понятно, что результат один. Понимаете? Еще меня удивляют некоторые женщины, которые встречаются со мной и говорят, почему покер-то мне не... Классно, да? Вы к этому должны звонить. Все свои техники, чтобы женщины задавались этим вопросом. Искренне. Почему? Нет вопроса в голове. Нет вопроса в голове, значит, что она не... То есть этот вопрос не подразумевает то, что она не хочет его вообще там не обсуждать. Она не хочет. А тут, почему он меня не хочет? Я же такая классная, да? То есть вот вся технология. Что вы делаете? Вот у одной девочки вот вчера возник вопрос, почему вы ее не хотите, интересно? Нет. Вот вчера я видел парень, привез девушку... Ну, это нормально еще на ваших обликах. То есть парень привез девушку на мотоциклике тоже. Ты. Да. И смотри, взгляд оказывается, ты еще пока спонтанно очень общаешься. Ты вокруг нее и так, и сяк, вот это, по-разному, по-разному, по-разному поставляешься перед ней. И таким образом ты ее все-таки платводишь и получаешь какие-то результаты. У тебя секс не был? Ты отжарил эту высоту вчера, да? Молодец. Молодец. Смотри, значит, видно было, когда ты ее вел, когда ты ее боялся, что она соскочит. Так? Страшно было, что... Ну, видно было, я видел, что... Я когда ее вел, я его не берем. Ну, как? Не-не-не, видно было, что она готова была, вот Алик сказал, что все тихо. Если кто-то что-то там из нас сделал, она бы пришла к нам. Я сказал, когда ты проводил ее мимо, да? Кто-то начал говорить, я говорю, блядь, заткнитесь, сейчас можете соскочить, я просто вижу, она так... Она нас посмотрела так. Капашка сидит, да? У нее могла быть в голове, то есть по тому, что я видел по глазам, такая, ну, может быть, они меня спасут от жесткой гердичи. Вот. Ну, на такую женщину бывает желание соскочить. Что, если, вот, ребята, запомните, косячно было бы, кто-то там начал что-то говорить у нас, я сказать, сразу всех осадил. Косячно было бы, если бы тусовка, если бы там, у меня не было покера, например, а кто-то другой сидел, тусовка начала бы говорить, «А, там, ребята, пока там...» «Сюда еще не влюблено!» «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» А она что, она могла бы, если бы ты был человек, который, ну, не четко ведет уже трахаться, да, или там очканул, она могла бы уйти, вернуться дальше. Когда вот ты понес девочку, а ты пошел за ним. Я это хорошо видел, помнишь? Ты пошел за ним, смотри. Короче, я думаю, миздец, я думаю, не знают. Я так сижу и думаю, бля, ну не знают. Я сижу, смс-ку у меня там что-то придумывают, и буквально я просто кинул взгляд, и вижу картину одного кадра, достаточно было понять, что не знают. Короче, смотрите, какая ситуация. Я в паре взял девочку от компании, понес ее, несу, принес. Куда-то иду, что-то делал туда. Встаю, начинаю тереть. А, так, чувак, там оттуда подходит, и она увидит, что он смотрит, бля. То есть как она будет себя вести и чувствовать сразу? Да я ему ключ хотел с голосом. А-а-а, понятно. Я понял, понял. Смотрите, ребята, если, я на всякий случай говорю, чтобы вы знали, если человек повел, отключились от него энергетически, эмоционально, они смотрят в его сторону, забыли про них, все, развернулись, так, он ее увел, все, никто на него не смотрит, бля. Просто забили на них болт, иначе у него может что-то соскочить. Потому что, когда вот так вот, босс смотрел и прыгнул все раз, и она это видит, она начинает отыгрывать уже на толпу. Понимаете? И это может все обломать. Таким образом. Еще ошибки, которые ты без права говоришь, да? Так, ну, и чувак взял силу. То есть я заметил вам за многими, как бы, да, вот я, например, по себе, вот я сижу, общаюсь с девушкой, да, пытаюсь себя продавить и все такое. И вот другие парни сидят вокруг и пытаются тоже конкурировать со мной, типа они начинают сливать меня. Сливать как? Ну, сливая, знаешь, ты общаешься с девушкой, парень присутствовался тебе, начинает, вместо того, чтобы там помочь, начинает прикалываться. Отлично. Вот это следующая ошибка. Это мы назовем статус. Ребят, если вы где-то видите, где-то встречаетесь, сейчас поговорим о посуду, да, где-то видите, встречаетесь, другой парень с девушкой, она путь, она тебе нравится. Что ты должен сделать? Подойти, сказать какой-то охуенный парень. Поднять его статус, его голоса. Сразу, понимаешь? Издалека! Здорово! Ты что здесь делаешь? Это классно, поднимай статус. С муку это не статус. Показывай, кто ты и кто. Реально, всегда, всегда, только возвышает. Каждый. И когда сидишь и видишь, что остается какая-то конкуренция, или там, кто-то кому-то нравится, все, один вот выбрал, пусть он ее добьет. Когда? Лучше, блин, отдать ему, чем вот снимать за конкуренцию. Если умеешь конкуренцию, включаешься, ее не будет ни у одного. Скорее всего, да? С большой вероятностью. Если вы играть не пьете. Не, если вы начинаете пушку за нее. Я прикину, между нами такая тема. Слышишь, да? Я подхожу, как бы, а покер с девочкой будет, я просто в статус поднимаю. И все пиздаю. Прощай, покер. Покер надо. Не, эти, блядь, должны между собой сказать, кучу, блядь. Ни хуя. Она моя жена. Я жил, че, блядь. Я жил, че, блядь. Слышишь, ты взорил, е, блядь, кончил, глядь. Да. Так это надо сейчас его защищать. Вот ты че, нормальный парень. Слышишь, я не знаю, у нас этого с вами нету. У нас другое совсем. Между нами, мастера, вообще другая история. А у вас нету. Правда, он говорит, если идет, там, девочка смотрит, говорите ей. Ну, слушай, вот тебе плакат. Слышишь? Потому что... Его и одна ты смогла его... Смотрите, вы не смотрите, что мы делаем, потому что мы уже заебались уже от простых вот этих вещей, как бы и потираем друг другу специально, чтобы эмоцию получить. То есть я могу подозвать ему, я один раз иду такой, а у нас есть мастер, Костик, который быстрее там, и так далее. Иду, смотрю, Костик с девочкой сидит. С девочкой ее разводят, она там явно не ведется, как бы, ну, он говорит, поехали ко мне, а она говорит, я не поеду к тебе. Я стою и думаю, что вы такое, сука, сделать, и она такая смотрит на меня, говорит, слушай, ты не жастенький. Почему? Ну, бля, ты не понимаешь, он весь спит из клуба же выебал, реально. Он такой, бля, такой, да, да, он ебет здесь всех, понимаешь, он трахнет, вот в его группе, которую он ведет, он всех трахнет, но это, кстати, правда. Просто правду рассказываю, и все. Главное, правду говорить. Что вы думаете? Костик ко мне подошел, сказал, ой, ты че охуел, тебя слил там, ой, нифига, блин, понимаете? Это мастер, мы мастера, мы разрулим любую хуйню. Но я же это делаю, понимаю, что ему это помогает. Я это делаю, понимаю, что это ему поможет, потому что он, как бы, она охуела, получила эмоции, да, и теперь он будет разруливать эту историю. Как вы будете делать в этой ситуации? Если я так подойду, там скажу, ну, или из группы человек подойдет и скажет. Вы подойдите и скажете, он делает ошибку, он подошел, меня слил. Что за счет он тебя слил? Ты мужик крутой, ты охуенный, сомненский, мастер соблазнения, тебя слить нельзя по определению. Ты разрубишь любую хрень. Понимаете, чем сильнее человек пытается тебя слить, тем меньше игральности, что он тебя слил. То есть, в результате, короче, с Костиком девочка не поехала в тот день, но она очень сильно заинтересовалась в нем. Вот. В дальнейшем она смотрела ему в рот, да, морозилась, друг в другие там пошла, у них отношения какие-то. То есть, здесь тоже, что за, прикинь, такая тема, утром, короче, покер такой, слышишь, Лесклик, ты слил меня вчера. Мы встречаемся за завтраком, тёрки такие. Вы, ребята, делаете ошибку, вы меня вчера слили. Вы понимаете, что вы меня вчера слили? Что за... Какой мастер, блядь, так скажет? Вашим мы думали самим просто хотят, она классная такая. В итоге, она все равно все начнет себе говорить. Пидораска. Ты понимаешь, ты, твоец. Вот. На самом деле, секрет в том, что нам похуй. Слилась она. Мы, как бы, получаем удовольствие друг от друга, мы общаемся с девицами, они, они от геи, они отморозили. Если бы они мою бабу отморозили, да, и она пошла и повесилась, да, ну, блядь, А чё, классная легенда, мы все геи на сегодняшней мафии. Просто, все бабы и не замечаются геи. Кроме нас. Мы все геи, кроме нас. Блядь, я эту девочку застолбил, а он ее флибал. Я слышал такое, что вот, 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 мою девочку, которая привела, выпала другую. Да? У кого такой был? Дебите руки, честно. Да, я уверен. Сколько раз. У тебя, да. Нет, я ни на них верю, мы просто девочек подарили пацанам. Каким? Кому вы подарили? Да, кто подарили? Кому? Что вы с ними сделали? Расскажите. Скажите, да, вы их выявили. Мы их панули. А вот, они же знали, что вы их выявили. Краснопольский, если ты подаришь нам, сейс гарантирован. не только нам, но и тебе тоже потом же. Причем даже с нами. Не выбирайте. Если вы подарите нам, то, возможно, вся группа кавдородитовалась. Ну, надо знать, кому дарить. Что за пилот? И что-то дальше. Демьян, я взял ключевую. Ну, пошли сюда в праздник. Где Демьян еще? Дальше, ребята, очень важная компанейская история. Тоже мастерская компанейская история. Тихо, ладно, хватит тереть, кто-то не выявил. Что сделали? Потом расскажут. Ничего не сделают. Потом соберетесь, расскажут. Видно, что ничего не сделают. Сидят. что если у нас тут происходят, где вы? Слушайте, слушайте, сегодня здесь вечером. Кто хочет сразу после этой СМСки? Слушайте дальше. Вот важная компанейская история. У девочек спрашивайте, кто тебе понравился там, с мальчиком, да? Спрашивайте. Она говорит, знакомишься с мальчиком, который понравился. Понимаете, что если вы так будете действовать, то на всю группу секса будет больше. Понимаете? и вам припадет она. А вы действуете так, что «Моя! Я ее выбрал!» Она тебе не хочет. Ну да. Дай ее тому, кого она захочет. Она тебе благодарна будет, может быть, потом тебе даст из чувства благодарности. А вдруг спрашивайте нас и тебе. Вот у нас трое, да? Мы три человека. Мы постоянно с женщинами меняемся, отдаем, дарим, передариваем. Они входят то ко мне, то к нему, то к нему, то вообще между нами, то втроем. Понимаете? А у вас такая тема мою. А не дала и ушла в результате. Вот компания. Мы в три человека. Нас в компанию людей. У него есть девочка постоянная. Раз, она ушла к Артему, допустим. Например, мы снимаем девочку. Да. Мы снимаем девочку втроем, да, какую-то. Раз, значит, с ней кто-то начинает общаться, да. Ну, ничего страшного, что я начал с ней общаться, а он взял ее и перехватил. Он ее трахнет. У них даже будут отношения. Потом она будет изменять мне с ним. Ему со мной. Неважно, короче. Понимаете? То есть, но она уже наша женщина. У нас женщина общая. Но наши женщины, у нас на троих женщин больше, чем у вас всех вместе взятых. Понимаете? Потому что мы делимся с женщинами, мы как бы, вот он познакомился с женщиной, я хочу с ней, он познакомился, ну классно, да, пускай он же с ней переспал. Замечательно, это же не говорит о том, что у меня не может быть с ней секса. А вы сразу он ее ебил, все, я думаю, папа, блядь, я ее так хотел. Трагедия пошел, пошел, застрелился. Вчера, я говорю, вы могли любую вашу девушку, грубо говоря, вообще вас оставить без стелок, а сделаю наоборот. Вот с твоей этой, мы ее как разогрели, я подхожу, она, где танцы, давай танцевать, я говорю, давай танцевать, начни танцевать, там он, Володя, ты, да. Я говорю, сейчас, ну, будешь другим танцать, она говорит, я не хочу по кругу. Я думаю, Володя подсоединяю тех, в итоге ты ее зажарил, понимаешь? Я с ней танцевал, мы ее разговариваем, жарил, ее тынул, да? Я, ты, ты ему дай, блядь, я ее цеплял, ты ее отжарил, козел. Шо вон из круга. Нормально это, да? А у вас реально же такое отношение, у всех мужчин такое отношение. Так, все, мне, а не мне, так, блядь, никому вообще, да? То есть, это неправильно. У вас у всех, смотрите, если бы все работали бы так, как я, вверх, да? Это сейчас, уже сейчас у вас было порядка 100 женщин, которых постоянно ебет кто-то в группе и передают друг другу, понимаете? И у вас, для этих сексов, было намного больше, чем есть на данный момент. Понимаете? А то вот, смотрите, дальше, у кого был секс, вот поднимите руку, у кого был секс, где эти девочки, с которыми был секс? И мальчик? Мальчик, а? Где та девочка? А она вообще-то не отсюда, но вниз, я не знаю, вниз, не в группу, да, ну не то, что у них группа, а вниз мафии. Ну, не важно, где она. А она сейчас, зайдет сюда. А почему она в отеле? Почему она не в тусовке, не с тобой? Почему вы тусти без женщин, а вы тусти одни? Вы должны брать ее с собой, ты трахнул ее? Пускай она посидит в отеле. Пускай. Чтобы никто ее не видел. Я еще приеду за ним еще. Случайно, да, я ее посидел. Ни с кем не познакомлю. Ваше известно. Прикинь, мы с поля покеры, встречаемся мы втроем, блядь, все время я дрожжу в присядку втроем, блядь, 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 Киздец. Если я встречаюсь с покером в Москве или с Артемом, они, у него свидание, у покера я говорю, Андрюха, я там буду в центре, у меня какое-то свидание. Я говорю, ну что будем делать, сейчас я к тебе приеду. Он приезжает с женщиной ко мне, проводит свидание с ним, лучшее свидание в жизни. Она получает большое. Она с подругой, но вот, и они будут в течение днем, выничать, да, надо поехать, там, ну, они должны забить на свои отношения от маски. Она должна забить ради встречи с тобой, и общением в этой пусовке. Она должна забить болт на все свои развлечения. Ты ей не понравился? У нее плохо поедал. Во-первых, скорее всего, да. Либо, я не знаю, что это такое, она неправильно совершенно. Это нифига не вырует соблазнительно. Что такое? Она решила поехать вот по парку, там, например, вместо встречи со мной. Что за херня? Нужна, сука, ждать эту встречу, валиться на эту встречу, забить на всех своих подруг, все свои дела, договориться с ними и послать их нахуй, да? А если она так не сделала, я сказал, больше не пиши мне, сука. Почему? Ты меня обидела. Ты меня обидела? Все. Я не буду с тобой больше общаться. Обиделся, чувствую вины, потом встретился с ней и говорил, что ты понимаешь, что мне обидно очень, что ты делаешь. Я так открываю тебе, как человек. Ну ладно, выручки, ничего. А у кого групповуха была здесь? Было ли у кого-то, нет? Вы там, кто самый активный, замутите обязательно. То есть, ребят, ощущаются по энергетике так, то есть это люди, да? Все отдельно, все, блядь. Да, мои девочки, идите сюда, не, не, вообще, я могу с этой девочкой всю, блядь, мои девочки. Похуй на мужиков. Девочки общие. Вот наши все здесь женщины сидящие, они общие, понимаете? Берите. Любую. Они почувствуют себя шлюхой в жизни. Они шлюхи, они шлюхи, понимаете? Они и есть шлюхи. Все женщины хотят почувствовать себя шлюхами. Вот когда девочки... Вот что вчера слышал, как с девочками я громко говорил про зеленых глазах, про людей там? Вот. Так, блядь, ну что, морозились они? Ну, негативно морозились. Все, зеленые глаза, блядь. Она говорит, а голубые глаза одна любая, а у меня зеленая, голубая, серая. То есть я на треть блядь, на треть одна любая, на треть зато их, да вот. Девочек сама уже начинает развивать такие темы. А на треть клюши. Короче, ладно. Слушай, в 5-ти день мы будем групповывать. Многие общины. А да нет, дело не в групповухах. Дело в том, что просто принцип общения, концепт общения не очень правильный у вас, да? В самой группе женщины. То есть смотрите, все женщины, с которыми был у вас секс, вы должны с ними продолжать тусоваться в тусовке. И что значит, у вас с ними был секс, да? И вы их, да, был секс, все. Это я к ним буду действовать. Аль, ну нет, это такая ситуация, да? Мы не будем говорить просто еще вчера. Ну, понятно, мы находились, ну, а прокатились с нами. Вот. А они не поехали в 11, а в 11 у меня тренинг. Почему? Вечера? Ну, нет, в 11, да. Все вечером, все. Пускай едет. Пускай едет. Езжай. Езжай, а почему они на мафию пришли? Ну, вот я, например, болтал ее, потому что придет скоро сосед, когда я оставаюсь, я тоже буду сосед болтать. А кто твой сосед? Болтал. Болтал. Нормально. Но она придет. Сегодня будут они добавить? Все, сегодня тебе задача зажалить ее с собой. Делом покера, жалить ее с собой. Делом покера. Делом покера. Сосед тоже. Соседу перебать лучше. С собой, но членом соседа, понял? Такая история. Парни, что делаем сегодня на мафии? Значит, чтобы не разводить вот эту инфляцию, мы сегодня поступим таким образом. Приходит девица. Нам необходимо выбрать для девицы кавалера. То есть, кто-то должен встречать и говорить, выбирай себе парня, который тебе понравился, он сегодня будет отвечать за твою безопасность. Потом, здесь вот будет человек, кавалер, любовник, она должна мне кажется. Сначала за безопасность. Они подходят сюда. И здесь уже помолвка идет. Уже не безопасность никакая. Сюда подходят, говорят, о, врачующиеся или кто-то. ставь священник. Так, давай. Священник. Значит, что происходит? Что происходит? Поищем членов. И не кольцем девать, а членом. Я тебя посвящаю. Мужем и женой. Блин, давай, что-то. Нет, это пиздец. Это вы, никого здесь не входит. Короче, выбирайте священника. Стоит там священник. Значит, они вдвоем здесь. Объявляю вас на сегодняшний вечер мужем и женой. И вот так вот прям берете вот два пальца и говорите, давайте флаг свой, ну, это, земляный палец, направый палец прям вот так и сильно зажайте, чтобы осталось ощущение, что реально кольцо на пальце. А можно кольцо на пальце? Да, бля, кольцо мы не найдем столько. Реально вот все. Ну, если вы сможете кольца какие-то сделать, все, кольцо на пальце. Все, войдите к шапанску, войдите к помойку, вы только из шапанского достаете, там эти проволоки, там с каждой можно... Все, сегодня каждый женится и друг с другом. А потом начинаете изменять. Значит, зачем это надо? Если парень другой подходит, она показывает, я замужем, типа нихера. Если она начинает на тебя морозиться, это будет во многих случаях, только тогда ты можешь подкатить к чужой жене. Только тогда, ради конкуренции, что если она отморозилась, если тебе понравилась другая жена, ну, естественно, и ты к ней подходит. Слата, вам нельзя так ищут. Знаете, наша, он рассказывал, это все фигня, у нас другая тема, есть такая пословица офигенная, которой мы всегда пользуемся. Вот если мне понравилась девушка моего друга, он мне не друг. Это у вас такие заморочки? Блядь, как можно трахнуть девушку друга? Мы же друзья там. Если тебя понравишься, все, он тебе не друг. Да нет, у тебя другие заморочки. Это моя женщина, все не друзья. А, вы или так. Моё. Эти, до вас. Не, просто, это никогда не вывезти мозга, мозга в ней, это очень сложно. Это вообще, я к этому шел очень долго. к тому, чтобы спокойно вообще реагировать и делиться с женщиной. Вот. Потому что, если у тебя мало женщин, у тебя одна женщина, то как ты можешь делиться с женщиной? Понятно. Ну, вы понимаете, что... Я вообще нет женщин. Я математик. Понимаете, если у каждого из вас хотя бы один раз будет секс, и каждый раз, пару раз поделится своей женщиной, то количество секса в группе в три раза увеличивается. Представляете? То есть, вот сейчас, смотрите, у шестерых человек был секс. Сколько раз они должны поделиться с своими женщинами, чтобы секс был у всех? Давайте решим задачку. Десять. Десять. Восемь. Восемь. Восемь раз. Всего лишь восемь раз у всех был секс. Понимаете? А из-за того, что эти мудаки не делятся шесть человек, секса нет в группе, блядь. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому если вести правило делиться, то все будут довольны. Понимаете? Вот. Вот никто, кроме нас, не готов к делиться. Ну хорошо. Значит, что делаем? Если... Кто-то я буду кавалером. Кто ты будешь? Кавалером. А мы тебе девочку найдем. Потом. Ты хочешь девочку попробовать? Значит, если девочка морозится, с чужой женой конкуренция, да? То есть ты надрабатываешь конкуренция с одной, с другой. То есть ты пытаешься общаться со всеми. Либо, если две жены отмораживаются, вы что можете сделать? Поменяться. А давай поменялись. Хочешь мою жену? Пожалуйста. Все. Отдал свою жену. Поменялись. Можете расписывать написать вам что угодно. Вот. Так. Что еще? Что за губы? А если они будут сразу отвергументными, вообще... Обязательно, да, хорошие вопросы. Обязательно будут такие. Я не хочу ничего, я чувствую себя свободно. Это нормально. Пусть будут такие люди у нас, пусть такие девицы будут ходить плавным столом. А ты лежал проституткой. Да. А мы разруливать будем эту тему. Мы все равно не разрулились. А хотя нет, давайте, значит, нужно, чтобы группа работала. Смотрите, мы вообще, мы халп-халявщики, потому что обычно мы делаем так, что группа все сама организует. А в этот раз мы сейчас расслабились, решили сами все сделать. Потом молодец, вот взял вся руля ведущего. Нормальный промок почти. Давайте так, мы тренеры в этот раз ни хрена не делаем, да, вообще, потому что мы иначе всех разруливаем, досводим, там, снимаем, а вы сидите, играете в мафию. Это неправильно. Но вы должны сделать так, что мы, ничего и не делая, получим секс. Ваши? Не трог, не трог, трог. Спасибо за свое. Средняет. Ребята, у вас цель, цель вот тренера, чтобы тренеры потратились. Нет, вы будете всем потом расскажать, что, блядь, а вы обеспечены лейсен сексом. У нас не нравится, только благодаря мне, блядь. Представляете, набор, попробуйте писать в контакт, что я сдал лейсен. Я не давал лейсен ебать, я отдавал все время свои лейсен. Они не смогли секс-обеспечиться, ни одной женщине вчера не понравилось, кроме тех, бутлотевок. Да какая разница? А, кстати, у нас же спор. Спор, как у нас спор, и люди без лейсен. Блядь, блядь, ты не забыл это? Да, и эту тему, кстати. Алис, а что ты, зачем ты не добиваешься? Так зачем мне добиваться, ребята, это ваш бак? А он дрочит про меня. Я дрочит был. Не смог. Что значит не добил? Вы хотите сказать, что он ее не соблазнил, да, эту сорчачку вчера? Результата нет, да? Нет, она целовала. Нет. Результата нет. Кто целовал? Нет. Она за поцелуй, еще столько должна сделать мне будет, пиздец вообще. А она вообще что-то целовалась? Не она. Что-то я не могу. Это не все еще. Я не заметил, дорогой, если бы, блядь, значит, что это был мой косяк тогда, что я отдал ей себе поцеловать, потому что какой она меня поцелует? У меня просто, у нас с женщиной строго. Я его нельзя обчасти к целовала, а я подружу. Не целовала она меня, как и за что она меня поцела? Потому что она была sprawdна, она мне вообще не поцелула. Словала была назов intentions. Бля, я не заметил сейчас. Не, вообще, у меня такое правило. У меня такое правило, это мое правило, я женщин, наоборот, отталкиваю. То есть, ну пока вам рано еще. Когда у вас просто столько энергии, да, и столько женщин, вы будете тоже так делать. Отталкивать женщин, нельзя меня не трогать все они начинают сильнее гораздо хотеть я недоступный парень да вчера кстати видели когда Артем начал девочек на меня от тех разводить когда я боялся нет нет не трогай меня не начали сразу там лезть ногу на ногу закидывают там на меня но здесь это надо уметь делать для этого нужен опыт там все дела поэтому сейчас не заморачивайтесь просто смотрите может быть у кого-то может получаться если ты понимаете вот смотрите какая ситуация все хотят ходить с женщинами там трогать их там целовать их обнимать понимаете и когда появляется чувак который на них забивает хуй но при этом все его хотят они начинают на него смотреть то есть на женщин надо забивать это помните вам правило первое сказали в отель женщин и в морец никто не выполняет это правило все сидят целуют ручки подходит столиками блять я уже говорил вас не хватает этого расчета математического чисто да что если этих женщин никто не будет на них внимание обращать я один обратил внимание они станут станут с ним будут с а если он шахтан то они станут уже частью компании а когда они станут частью компании это мы их захватываем понимаете у вас не стратегии никакой цель конечно какая наша цель что все еблась ребята наша цель что вся группа еблась понимаете мы должны четко следовать самой правильной стратегии математической как это сделать понимаете а вы как бы следуете хуёбый ущербной стратегии который приводит к тому что каждая себя притягивать тенку она ему не дает он приходит выслушим не не дает так а дай ему 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 короче она даст ему а тебе дадут другую который тебе даст там новый бартер короче получать как минимум уже будет выгодно то есть я все пытаюсь коммунизм восстановить и всеобщая любовь как бы а вы все не хотите что вы не хотите ебаться ребята вообще не хотите ебаться я не понимаю все короче сегодня вы должны всех шахнуть значит еще такая вещь у вас должна быть история такая вот если кто-то в группе ебется надо радоваться я смотрю короче чувак говорит я ебался все-таки а я вот это неправильно слушать это радуется что чуваку дали потому что ты ближе к сексу стануешь ты с ним можешь общаться и он будет дать свою женщину или у них есть подруга которая тебе тоже даст или 5 подруг 15 подруг у вас с подругами же девица нет такого что всех подруг выебли выеблядывали вот девушке скажите ты же она с подругами бывает у вас подруга у тебя у Рома у Рома у тебя выебал Рома кто Рома Рома ты с подругой она отморозилась я его вез в поле он сказал что у меня мотошикл заглуп слушайте потом а вы как зажирал и зажирал важный фишку запомнить еще раз еще раз напишите у себя на лбу спрашивать у женщин кто им нравится из мальчиков и знакомить с ними и знакомить это важно реально во первых ты сам себя поднимаешь во вторых дальше очень важно любить людей мне допустим нравится член Артема я всегда их мотивовирую член Артема я даже фотку его каждое утро на айпат к пока он еще спит я могу показать мне реально девочка моя любимая пишет задание сегодня утром ты должен сфотографировать вид из окна я говорю окей я с Артема снимаю это у него такой полувставший это полувставший я кладу эту бумажку на которой на которой написано задание и хороший ракурс подмираю из окна щелкаю все и обзываю ей вот тебе вид из окна она говорит я не видела никакого вида из окна когда ты супер смотрел он был да она не видит просто вид что там что не получается з edit это он умеет тот вы про друга вообще что-то знаете вы должны рекламировать вашу тусовку Потому что если вы будете рекламировать вашу тусовку, рано или поздно, они начнут ее рекламировать другим бабам тоже. Понимаете? И это очень важный разспект. Нам надо, чтобы вашу тусовку любили. Мы, сука, все для этого делаем. Майки секс-аниматоров напечатали, вам дали, да? Сейчас фальс напечатать дадим, да? А вы... Мафию организовывая. Все равно не очень хорошо это делаете. Делайте это лучше. То есть вы должны рекламировать людей в группе. Себя не надо рекламировать, это хреново. У вас не должно быть друг с другом. Как Краснодарский правильно сказал, всегда возникает это ощущение, что человек пытается продать. Когда ты пытаешься продать себя, это все очень плохо. Нужно продавать людей вокруг. Себя не продаешь вообще. Только вот друзей. То есть подходишь, втроем с друзьями. О, там девчонки. Потом гораздо проще подойти, вот знакомиться с девочками там, да? Вы подсаживайтесь, скажите, девчонки, слушайте. У меня классные друзья, они хотят с вами познакомиться. Я женат, у меня есть жена, но вот я вот так скажу, что они ищут тебе реально жен. Никогда женщина не будет с человеком, который так говорит, общаться грубо, да? Они не будут посылать его нахуй, потому что он не собирается им причинять никакое, ну, то есть опасности не представляет. Вы начинаете. И таких подходов нету, никто к ним с такими вопросами никогда в жизни не претен. Сыдуйте на них, выходите, чтобы друзья познакомились. В результате, кто их трахает? Тот человек, который женат, который подходил, понимаете? Обычно. У меня всегда такая история происходит. То есть меня спрашивают, типа, Лесли, покажи подход. Ну, говорят, Лесли, покажи подход. Я подхожу и говорю, слушай, подхожу с учеником и говорю, слушай, мой друг хочет познакомиться. Он классный парень, лап-лап-лап, начинаешь с ней общаться, ля-ля-ля. Так, Лесли, так ты покажешь мне подход? А я говорю, а что это было? Ну, ты же меня знакомил с бабой. Я говорю, ты что, дурак? Я сейчас тебе подход покажу. Даже он не понял, что это был мой к ней подход. Да, даже он не понял. Я ему объясняю, он такой, а-а-а-а. А я думал, ты сейчас мне покажешь подход. Я думал, ты подойдешь и скажешь, привет. А она сразу охуеет. Ноги раздвинут, короче, скажет, а-а-а, возьми и гибли меня. Это же надо очень по-моему делать все. То есть это классно, ты не претендуешь на нее, ты ничего не требуешь с нее. Ты просто хочешь своего друга познакомить. У меня классные друзья, дусовка, мы с женой приехали отдыхать, а у меня два холостых друга. Что бабы обычно говорят? Кто хоть раз так делал? Кто хоть раз так делал? Что бабы обычно говорят? Мама не дружина. Что? Ты сам раз, кто не умеет, ты сам не подходишь. Не-не-не. Если ты подходишь правильно и говоришь, девчонки, мы с женой приехали отдыхать, тут очень классно. А с нами два холостых классных парня. Что они говорят? Познакомь нас с ними, блядь, ну пожалуйста. Классные, давай сюда. Сейчас мы с ним бухнем, да? Нет такого, что... О, нет, мы не будем с холостыми общаться. Пошел в пизду, понимаешь? Это самый простой заход. Самый элементарный заход. Причем надо его делать красиво, по-настоящему. Прям вот, чтобы... Вот. Понимаете? Так, итак, сегодня у вас будет интересное задание. Первое. Мы сейчас должны напечатать флайрса. Кто у нас отвечает за напечатку флайрса? Вчера слился. Куда-то пропал. Кто слился, интересно? Да и слился. Вызывай. Да и не файл. Мы едем, как бы, смотрим, в усаде нет. Что за дела? Куда ты делся вчера? Мы не поняли, тебя не нашли нигде. Файл готов? Готов, конечно. Блин, правило такое. Если ты потерялся, возвращаешься в исходную точку, где мы последний раз виделись. Вернул. Ты вернулся? А вы-то вы? Мы вернулись туда тоже. А где исходная точка была в последний раз? Возле отеля. Ты возле отеля был? Возле отеля. Когда? Через сколько? Два часа. Ну, мы там были, блин, реально. Не важно, файл давай. А он всегда исчезает. Короче, ребята, если мы делимся, мы возвращаемся в исходную точку. Потому что из-за этого файл вчера не запечатали. Это косяк. Вот. Итак, сегодня задание очень простое. Первое. Мы сейчас запечатаем файлсы. Группа решает вопросы с файлсами. Быстро находит, где печатать. Файлс готов. Осталось только просто напечатать. Значит, девочкам отдаем. Еще вместе с тем, кто знакомился, отдаем файлс. Сегодня ваша задача и ваше упражнение очень простое. Вы. Ваша цель это познакомить, найти понравившуюся тебе женщину, которая тебе нравится. И познакомить ее с другом, отдать в другую. Это ваша цель. Женщины сегодня делают то же самое. Женщина находит мужчину, который ей понравился. Ее цель, чтобы этот мужчина стал ее мужиком. Отдать. Наладить их взаимоотношения. Понятно? Да, и еще женщины. Меня парни понятно, почему не трахаются. Не хотят. А почему женщины? Одна только Оля трахалась. Наташа. Я. У вас очень печальные лица. Реально. Вот Лена, Лена. Потом вот не знаю. Потому что мы их не трахаем. А у Лена. Какая разница? Вот Оля, мы перестали отцепиться. Встанем. Вот вчера было печальное вообще. Сиделась в печаль, как Димит бы сказал. А сейчас, смотрите, счастливая женщина. Потому что трахнулась на курорте. С первым встречным 17-летним бальчиком. Хорошо, все. Девчонки, сейчас секс-пожебьемки для ученика. Вот сейчас будут они, те, кто не трахался, будут секс. Так, если у вас сегодня к вечеру секса не будет, секс-пожебьемки. Все. А если будет, то секс-пожебьемки наоборот. Вау. Да. Ты не женщина. Секс-пожебьемки отличается. Итак, девчонки, в общем, сегодня ваше задание наладить отношения, значит так, секс, точнее взять, найти человека, который вам нравится, отдать ее подруге, у нее должен быть секс. А сколько? То есть каждая должна быть одного. Значит так же, в 9 вечера, ну там, в мафию, мы здесь организуем мафию. Все за мафию или что-то другое будет? Что-то другое придумаем, вечеринку сделаем. Мафия нового надо искать, чтобы старые тоже приглашать. Конечно, всех. Какая разница, новая, старая, все женщины. Все женщины, тех, которых ты трахал, твоих соседей по подъезду, всех, кого ты встретил здесь, всех сюда сбалил. Нет, можно любую другую вечеринку строить. Давайте сделаем другую вечеринку. Пижамную, пижамную, голую, бля, бедную, все, что хотите, вы можете делать. Ребята, только тут колонки нужны, колонок нет. То есть найдите колонки, сделайте. Не обязательно мафию, просто мафия, видите, что позволяет. Она помогает рулить группой, и кого-то с кем-то, плюс возврат на эти вещи, ну это просто идеальная история для вот такого быстрого, жесткого соблазнения. Можете перестанцевать что-то? Вы помните задание на мафию, что мы подходим к женщинам в саде, начинаем их трогать, и в какой-то момент, да, свою женщину ты сжимаешь, говоришь, что я тебе никому не отдам. Вот. Жену. Цель – бежать секс с ней в результате, понятно, да? Чтобы она там с тобой пошла, и так далее. Дальше, смотрите, мы отдаем друг другу женщину, знакомим друг друга с женщинами, привет, познакомимся, вот такая, вот какой-то там, брат, брат. Вот. Алиса, у меня вопрос, все эти зажимы, все потому, что у нас случились здесь, это уже после жесткой кинестетики, после того, что вы… Какой жесткой кинестетики? Нет такого понятия жесткой кинестетики. Не ругайся, мат. После кинестетики женщины. После чего? Говорит, не ругайся, мат. Я не понимаю тебя. Кто-нибудь понимает, что он говорит? Я не понял. Я тоже. Я тоже не понял. Он на иврите что-то, да? Что ты хочешь сказать? Я же по-русски. Короче, после того, как можно трогать женщину. Что конкретно? Что после того? За руки. То есть, у нас уже есть какая-то связь. Не-не-не, смотри. То есть, ты общаешься, просто подходишь сзади, обнимаешь ее, любую женщину, ты можешь подойти, просто обнять, сказать и что-то. Ты на телеске был? Нет. Как? Нет. Нет. Ты не был в телеске? А, понятно, тогда все. Да, интересно, что ты говоришь. Смотри. Любой женщине может подойти, обнять и что-нибудь и сказать. Как ты классно здесь стоишь, ты можешь сказать? Ты классно здесь стоишь, слушай, удобно. Не важно, что... Музыка, потому что... Это нормально. Ты еще привыкнешь к этому, это ничего. Когда все начнут так все хлопать, ты увидишь, что у тебя станет нормально. Так. Ребята, значит, никакой жести. То есть, мы как бы подходим, если начинается негатив, пока ничего не надо делать. Вы еще не сможете чувствовать. Вопрос, то есть, получается, одно задание. Я ознакомлюсь с кем-то? Ты ознакомишь только одно у тебя задание. У вас только одно задание. Вы знакомите людей, значит, люди вместе, да? То есть, ты знакомишь с друзьями, с вами девочку. Цель, чтобы эта девочка стала общаться с ним. И она пришла на мафию. Сегодня цель всех вообще на мафию сотащить. Всех красивых женщин и мужчин, которые вам нравятся. В городе на мае же. Ребята, вы вчера не привезли сюда мужчин. Почему? Нет, женщины не привезли в США. Почему? Те, к этому не нравятся, не надо? Не надо там табун мужиков сюда. Вчера девочки, да. Вы знакомились к классному итальянцам и с неграм. Ребята, ребята, итальянцы, негры классные. Не надо нам здесь бытло-русских, пожалуйста. В отелях дохуя. Я просто пиздец ненавижу вот этих жирных, пьющих, блядь, тупых бытло-русских. Которые на штуку Тагил какой-то, блядь. Вчера, блядь, я не видел такого уже очень давно. Тагил через кусты эти жирные. Тагил разрулил. Какой Тагил? Уже только задан Тагил, блядь, видно только до них. Ребята, девочки, приводите нормально. Сейчас ты кто? Давай, до свидания. Ясно, нет, давайте. Если приходят мужики, то все иностранцы, которых я люблю. Итальянцы, голландцы, голландцы, немцев тоже не надо. Немцы, пошли нахуй. Немцы, пыдло, да, то есть нахуй. Немцы, они реально пыдло. Немцы, итальянцы, французы, приводите сюда. А вы будете с ними общаться как-нибудь. А чего французы? Негр тоже, пожалуйста, приводите. Классный негр, он такой скромный хороший. Да нас собрать. Блядь, какая разница. Вот на чем волноваться, как они будут. Они ведущими будут. Можно? Приводите. Нет. Так израильтян, что израильтян? В израильтян есть мароканцы, негры, эфиопы. Там, блин, до хрена всяких. Что ты имеешь в виду? Бухарцев, литовцев не надо приводить. Бухарцев, литовцев израильтян не приводить, а? Ну, там, я не знаю. Смотрите, вчера было это. На секс-аниматоре вот Оля зацепила двух негритян. Арабов не надо приводить. Бля, их надо было на нафию. Просто тоже пригласить привезти. Негра почему не привели? Бля, как классно было бы втусить снег. Я хочу слышать. Танец сказал, что только русские приводят, по самом деле. Нет, русские. Давайте приводите обратно. Бля, он женщин русских. Женщинки приводят. Вам? Слушайте, вам нравятся мужики? Приводите мужиков классных. Можно русского мужика привезти, чтобы он нормальным был. Они там... Я говорю, так, блядь, и заснули он. Слышни, блядь. Женщины плетями называют. Класс. Поэтому я говорю, приводить иностранцев, они не будут понимать, что женщины есть. А ну, блядь, куда тебе? Да, девчонки, давайте так, русских не приводим, нахуй русских. Приводим только иностранцев. Начнется, если придут русские, когда он слышит, что мы тут творим, блядь, они будут... Я кого-нибудь отпишу, реально. Потому что мне, блядь, просто... Или я, не дай бог. Ну, если бы... Вы, кого-нибудь, тебе отпишу. Серьезно. Потому что эти потом вы... Блядь, эти мрази тупые, блядь. Меня и так весят, когда на трейки ко мне такие приходят, и придут с пределом. А эти бесплатно сейчас придут, блядь, мудаки. Пошли они нахуй. Вот с некими... Красивыми, с красивыми шумами, я готов вообще. Итальянцы тоже клёвые мальчики. У них маленький член. А французы колстят в ластуне. Даже если выебят, не заметишь. Да, Андрей, как в прошлый раз, помнишь? Да. Ладно. Задания, вопросы есть по заданиям? То есть мы идём... Итак, сейчас... И парк мафии, вы сами, как бы, всё, да? Не надо такого, что людей собрали, и вы нас ждёте. Как вчера там, собрались и ждут, кто мы поймаем, и всё, мы никто. То есть основной экшн у нас должен быть на мафии именно. Сейчас мы идём, цель собрать людей, цель познакомить, начать знакомиться с другими женщинами. И подходите к классным женщинам. Что вы подходите к всяким прошмантовкам студенткам, мелким, страшненьким, кузатеньким, я не знаю, хер знает. Девчонки, кстати, вчера девчонки были лучше, чем в прошлый раз, если честно. Вы молодцы, вы хороших девочек привели. Самых лучших девочек кто привёл? Это эти... Чипа. Какие девочки вам больше всего понравились, скажите? Вадии. Какие девочки? Скажите? Скажите, какие девочки? Собчатка была? Да, да, да. Не Собчата, а другие. Какие? Скажите, какая? В зелёной футболке. Фифа такая, блондинка. Он цвет вот такого, к примеру, в классе чуть ближе. В смысле, привёл, пригласил или кто с ними? Кто привёл самых лучших женщин? Собчатка привёл. Вот он привёл быдлотёночек. Молодец, встань. Кто быдлотёночек привёл? Вставай, вставай, вставай. Слушай, Собчатка, молодец. Нам таких клёвых чуваков, как ты, быдлотёночки, обычно просто... Слышишь, подожди, Серьё. Ну ты знаешь, кстати говоря, вот таких нам побольше надо, потому что группа на них классно прокачается. Они реально... Они классные. Они, блядь, говорят то, что думают и не стесняются. Вот эта сука, вот её вытащить сегодня обязательно. К Собчаку. Я, короче, дрочеров самых не буду сейчас отправлять с специальными заданиями. Она будет их, блядь, нам посылать. Я сам буду прокачивать. Да-да-да-да. Потому что, понимаете, вот такие женщины, они правильные. Она не будет скрывать ничего и стесняться, как эти... Ой-мой-мой, я стесняюсь, без всего я не могу ничего сказать. Так, слышишь ты, мудак, ты чё, к моей подруге хомишку шёл нахуй, мудак. Блядь, сейчас ты вообще пизды получишь, я себе Артуру позвоню, блядь. Артур, блядь, приезжай, запиздил, всё, нахуй разобрались. Вот самые классные женщины, блядь, с ними так классно. Пиздец, интересно? Да. А эти сидят скромняшки. Берите побольше таких тёлок. Ну, не конкретных выдву там. Ну, если она красивая, да, выдву, то приводите. Прокачивайтесь. 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 А интеллигентные, вы понимаете, с интеллигентными женщинами не о чем поговорить. Вы не сможете на них прокачаться. Они для того, чтобы там семью создать, там потусоваться с ними, но опыт вообще никакой. Она всё даёт тебе делать. Она хорошая, скромная женщина. Я ей там сказал, там, давай не заплатим в кафе. Ах, пиздец, обрадовался, всё. И ты уже трахаешь её уже, да? А эти сложные. Под них подход искать нужно. А кто этих маленьких привёл? Саша, я? Тоже хорошие девочки. Барка, кто привёл? Я. Вот ты их ещё раз, пожалуйста, приведи. Артём. Надо навести до конца, как бы делать. Слышишь? Артём, понравился тебе? Артём, понравился, вот эта девочка вот такого роста, такая с вигуркой. А он представил, что примерно в полтора раза меньше, раз для его члена советская девочка. Говорит, как вот он туда будет? А просто, когда член входит, видно, как животик мне поднимает. Да. Не сись три раза больше. Да. Только ты не говори им это. Они смеются, потому что это смешно. Это реально смешно. Да, Тём, это смешно реально. А видео будет снимать? Да. Георгий, давай уже всё. А чё Георгий вчера прохалявил, а где-то было? А он обычно всё снимает. Такие классные видео. Я вчера больше за эпода был, честно. Мне тяжело было вести это в таком уровне. Да, вот это важный момент, ребят. Вы сейчас должны определиться, кто хочет вести... Да, это клёвое прокачивание. ...человека надо научить. Нет, научимся. Потому что там могут быть ребята, которые хотят это делать и готовы, как внутренние. Потому что это достаточно сложно. Если ты правильно рулишь эту группу, любую девочку можешь отжать. Самая главная роль, самая клёвая, это ведущего. Это тяжеловато немножко вот всем рулить, но зато... То есть ведущий решает всё, кто с кем будет трахаться, да, кто шлюха, кто мафия, кто там, блядь. Вы сами решите, а мы уже... Я ничего не решал, это не просто блядь в насильный мозг. Ну это всё. Не попался, не сдаётся вообще. Такой базар пошёл. Самое главное, ребята, ваша ошибка вот основная в этой игре была какая? С моими девочками вот этими. Две пыдлые тёточки сидят, начинают там разносить, просто мозг вскрывать всех. Только Дима с ними в контакт вошёл. Один и всё. Остальные сидели просто, смотрели там и... Это Дима ещё без чима, да. Кто, да, кто реально был в моей группе? Поднимите руки. Кто был в моей группе с девочками с этими, да? Ребята, вот смотри. Ты вообще... А я вообще не помню, чтобы ты что-то говорили. Молодец. Но он правильно делал, чтобы наливал. Правда переборщик, блядь? Реально молодец, что наливал. Кстати, единственный человек, который наливал, блядь, ничего. Краснопольский ещё наливал. Краснопольский наливал. Я не видел, просто не был. Ребята, вы должны были, каждый подходите, наливать с бабом. А вы подходили. А можно я бухну ко мне? Подходит человек? Можно я бухну чуть-чуть? Ну можно, конечно, но цепь-то их, чтобы они там расслабились. Помните, да, как вчера у нас? Убили кого-то, так, принеси ей яду. Оп, она выпила свою цельную дозу яда, всё, умерла. Она уже свет поплывшая. Её трахнули, тоже там, доктор лечит. Всё надо так. В алкоголь вклеиваться. Она влевну все пыль. А что за правила такие? А я носил ведущих, я папа вашим, я ведущий, который их не должен вообще трахать, да? Носил вашим папам алкоголем, напавил вашей папой, что за дела, ребят? Ну блин, что вы мне всё пытаетесь отдать? Ребят, у кого были проблемы, что сказать, ребят? Да, кстати. Понимите? Не знали, что сказать. Вот вы сидите и понимаете, вот девицы рулят там или что-то. Вот, может, если у кого-то сегодня будет проблема, ваша задача, блядь, играйте с мужиками, Забейте на батт. Да, кстати. Сливайте их. Есть чел? Говорит, слушай, давай эту ссорю. Что за песню-то херасит? Ну всё, давай, давайте раз покажем, ну как мы играем, что они вообще охуели. Ну вот что-то может быть. Ну вот что-то может быть. Может быть, как вы на Кипре, блядь, баттл вошли, короче. У нас там было такое, блядь, стол разделился я и Артём, и мы друг с другом хуярились там просто. Ты мудак, блядь. Потом Артём пожал. Ты мою шуслил. Мы с ней, блядь, сейчас на тебя. Она моя жена, как хуя, ты нас троих сливаешь. Кого троих? Меня, тебя и ребёнка. Нашего. Она такая, оаа, сразу, глаза такие там. Вот, потом, короче, я помню классный очень момент такой, когда она, значит, я с ней, я с ней там говорю так, и не сливать всё так. Как это у тебя мафия? Она мафия. Она такая, как? На жену. Ты же со мной. Да, на свою жену. Я знаю, что ты мафия. Я с тобой пообщался, я всё понял. Она такая, ах ты мудак. Ах ты, блядь. Короче, пошли эмоции там. Этот меня сливает специально, затыкает конститутка, блядь. Я тебя не расплоснулся, так просыпается конститутка. Так смотри, блядь, показывай ему. Блядь, попробуй слили меня. О, блядь, он меня затыкает, тварь. Вот. Ну не надо меня затыкать, пожалуйста. Да какая разница, завтра рулишь, всё говорит. Пидарас. То есть вы получаете удовольствие от игры друг с другом. У вас, сука, стол должен делиться на группировки там. Самец взял, короче, начинаете херачиться друг с другом. А баба это ваши как бы фишки, понимаете? И они как бы вам помогают завалить эту суку эту. А у вас получается так, бабы рулят. Вообще. Бабы столами рулят, пиздец. Вот это Ксюша Собчак, сидел там человек семь, она, блядь. Ребята, видели, как я её сливал? Вот я, как ведущий, не должен был этого делать. Но мне приходилось вам показывать. Видели, как я её сливал просто? Помните, как был случай, когда она пиздила-пиздила? Я ей сказал, блядь, тварь, заткнись. Она не трогала ровно, заткнись, она начала пиздить, что я сделал. Я шёпот не разрушился и говорю, давайте сейчас будем выбирать кого-то. Так, кто голосует? Она там что-то пиздит. Похуй. Кто голосует? Моя, вот, люди сидят, я к ним обращаюсь. Они нормально мне реагируют. Она начинает пиздить. Ребята, вот если вам нужно слить таких двух идиотов, да? Которые нажрались нахрен. Что надо делать? Надо просто интегрироваться и не обращать на них внимания. И всё. Вы не будете, вы начнёте играть друг с другом. Не будете обращать на них внимания. Они рано или поздно заткнутся. Потому что у вас сила. Запомните, самое плохое наказание для человека, это когда он впадает из социума. Человек, например, уходит на пенсию, да? Он становится никому не нужен. Это самое ужасное для человека. Как только вы, как социум, вот вы сидите, вас десять человек и две ёбаные шлюхи сидят, которые пиздят. Почему их не получается слить? Потому что вы слушаете их, понимаете? Вы смотрите на них, вы реагируете на то, что они говорят. А вы перестаете их слушать, перестаете смотреть на них и начните общаться и играть друг с другом. Да, подожди. Мы не слышим, что вы говорите. Вы разберитесь друг с другом, а потом мы уже будем с вами общаться. Так, Артём, кого сбивают, да? Нет, ему так вообще. Давай, СРМ. Они там что-то пиздят, взмущаются, выдлят, орут матом, насрать, понимаете? Ведущий тоже должен это понимать. Ведущий должен понимать, что эти неадекватисты ведут себя неправильно. Они перетягивают всё внимание и энергию на себя. Не должно быть такого, что двое бабки за того, что они пришли, они громче всех орут, перетягивают энергию на себя. Их нужно дрессировать и строить внутри команды. Ведите себя нормально. Ведёте себя нормально. Молодцы. Тоже не нужно всё время их ругать, иначе они отморосятся. Нужно похвалить. О, молодцы, классно. Нормально. Вот видите, умеете же достойно разговаривать с нормальными людьми, а не как юбаные пляти. Ведёте себя. Да, да. Это очень важная динамика. А вы сейчас по-другому работаете. Ваша цель интегрироваться против людей, которые интегрироваться, разделять. Опять же, вот две подруги сидели. Надо было что сделать с ними? Разделить их сразу. Один с одной общается, другой с другой и утягивает их на себя. А вы им дали интегрироваться, и они вместе друг с другом играют. То есть реально, что произошло? Самый классный стол был мой, там играло два человека. С их другом. А все смотрели, блядь. А все смотрели на них, как они играют. Все говорили. Все такие. Да, классно! А ты классно её замочила. А ты её классно замочила. Заебись вообще. Супер игра. Неа. То есть, вы понимаете, вот эти вещи, во-первых, растягивают. Во-вторых, дурить. Строить обязательно нужно. Рулить процессом. Ведущий должен тоже это понимать. Рассаживаем. Мальчики подружки. Мальчики подружки. Ведущие, да. Вот ты уже видишь, как они. В другой игре. Дай одной там мафию, другой комиссары, чтобы они пересрались. Так я специально этим блядям дал одну глядь сдал, другую мафию. Кстати, еще один секрет. Как вы думаете, кто определяет, кто будет кем? Ведущий определяет и знает еще кто. Что я этому чуваку дам мафию. А этой бабе дам проститутку. У меня в группе были проститутки все женщины. Я говорю, что вы думаете? Это так случайно получилось? Конечно, нет. А где наложить был? А, тебя проститутка сделал. Ну, я подыграть решил, чтобы ты... У меня одна женщина. Я говорю, карту бери. Я просто ему подыграл, чтобы он просыпался со своей бабой, которую он привел. Чтобы дам с ней пухал и так далее. Я одной даю карту дам. Она так... Ну, я так закрыту бери. Она... Я так и знал. Я говорю, так, ничего, спалилось. Давай сюда. Вот тебе другую набери. Она там... Опять должна закрыть. Она думает, что это судьба, да? Что она так и знала, что она блядь. Почему? Ребята, мы же играем в специальную мафию. Мы сказали, у нас особая мафия. Все закрывают глаза. Обычно в мафии же не закрывают глаза, когда раздают карту. Закрывают. Закрывают, да. Слушайте, ну... А мы... Когда люди закрывают глаза, они не видят, что ведущий ходит и раздает карту сам. Так это... Туз? Нет, это... Это чувак будет... Все должно быть случиться. Якобы. Да. То есть вы видите игроков синих. Вы видите игроков, которые будут много говорить. Которые реально будут рулить. Дальше. Это какой-то пиздец. Дима, ну ты пиздец. Ты столько играешь уже. Я не понимаю, как ты мог? Короче, Дима пытался убить... Я хорошо как ведущий правильно отреагировал. Я знаю. Но если бы, блядь, убили эту, то был бы в полной пиздец. Дима, блядь, ты долбоёб. Мне два года до выиграть. Блядь, блядь, ты идиот, блядь. Пиздец. Дима, ты знаешь, всё. Он, короче... Так. Ночью просыпается мафия. Кого убивают? И они, блядь, показывают на Ксюшу Совчаку. На втором коне. Я говорю, вы ещё долбоёбы, что ли, оба? Там... Он такой, давай. Видели эту тему? Они, короче, пока захотели её слить сразу. Я сразу вписался и сказал, блядь, ну хуй вам. Хуй. Она классный игрок, она будет пиздеть, она будет зажигать. Она сейчас классная баба, короче. Классная баба пришла. Её решили убить, потому что думают, что она мафия, что долбоёба. Убиваете левых чуваков. Она пойдёт, дожрётся там сверху, в баре, короче, съебётся и всё. У вас смысл какой, блядь? Мафию? Мафию. Если вы, чуваки, если вы хотите играть в мафии, играйте в Москве в специальных клубах, там, закрытых. Да, мафия нормально играет. Здесь мафия для прокачки вашей делается, для того, чтобы вы могли пообщаться с женщинами, подрабатывать на них стиль подобка, да, похамить им там официально, красиво, назвать их длинными дам, да, тоже это классно. Это то, что вот мы вчера показывали, то, что нужно делать, да. Ведущий, ну тоже аккуратно, то есть вы балансируетесь, смотритесь там, отмораживается там, ну как-то, начинаете позитив давать. То есть не надо всё время общаться, как было, да. Пообщаться, как было. И дальше интеллигентный человек. То есть ты ведёшь интеллигентный человек к мафию, ты говоришь литературным сука языком. И в какой-то момент будешь блять, и после этого продолжаешь говорить литературным языком. Всё, тогда нормально будет, весело. Понимаете, да? В общем, ваша цель, когда мы играем в мафию, мы не играем в мафию, на самом деле. Мы летим на самолёте, мы не летим на самолёте, мы соблазняем женщин. Мы идём, не знаю, тусоваться, сожрать, мы соблазняем женщин. Мы разговариваем с Артёмом про то, как он жарил свою девочку в жопу, а рядом сидят две девочки. Ну что, мне рассказывать это, чтобы я вот мама не жарил в жопу? Я боюсь рассказывать это им, а они уже греют. И мы, сука, понимаем, что они уже греют. Я спрашиваю, ребята, нормально, что он мне рассказывает, что он в жопу жарит свою женщину? Да. Спящую. Я рассказывал при девочках, как он спящую женщину в жопу жарит. Не покоречил? Вот. Серьёзно? Значит, вопрос, зачем он это делает? Понятно, собственно, вопросов нет. То есть, нужно соображать, что вы делаете. Вы играете в мафию, но вы ни хрена не играете в мафию. Понимаете? Вы играете в другую игру. Это тоже мафия, но это другая мафия. Здесь мафия такая, чтобы было интересно. Очень интересно и классно. Я иногда с людьми играю, например, я знаю Артёма. Я знаю, что он мафия, но я не буду его убивать в игре, даже в обычной мафии, потому что я понимаю, я его убью, и игра станет неинтересной. Мне не с кем будет поговорить. Поэтому мы как-то там договариваемся в игре. Знаки показываем. Понимаете, да? Ещё правило такое в мафии, самое главное, это ночью все должны спать, не подсматривать. Плевать мне. Смотрите, если... Если... Эти... Если... Да, ещё. Я, короче, что-то сделал там, я спалил маньяка. Мне... Один из нашей группы говорит, Лесли, ты подсматриваешь, а ты спалил маньяка? Нахуя? Скажите мне, блядь, вы-то говорите. Кто спалил маньякану? Хуй с ним. И все сразу, да, кстати, а ты спалил маньякану? Не, у нас всё равно нормально, да? Как ведущий вид, что я там так, да? Я говорю, я знаю, кто есть кто. Будем просто играть, да. И девочка сзади сидит, которая там... Я говорю, ты мафию всё-таки уходишь. Она сзади... А что ты что-то подглядываешь? Я говорю, блядь, что так нельзя же. Я говорю, блядь, это моя игра, мои правила. Да? Я говорю, нельзя нарушать правила. Ну, да. Вот, слушайте, ещё такая тема. У нас вдавайте была такая тема. Я подглядывал. Залезал там под стол, короче, издевался, нам по-разному развлекался. И тёлки, выдлодёлки тоже, они типа Ксюша, Собчак, вышли. Вот, почему нельзя, чтобы быдлодёлки выходили. Тёлки выходили за стола. Надо, чтобы наши выходили за стола. Они видят, что... Потому что, когда выходят эти быдлодёлки, продолжают следить за игрой, видят, что кто-то подглядывает. Они такие, блядь, он подглядывает! И все такие, кто подглядывает? Я видел, блядь, пизда ушастая, тупая. Ты вышла, блядь, из игры. Сиди, блядь, молчи. Нет. Она, короче, начинает возмущаться, что я подглядываю. И свои подруги, сидящие за столом, начинают с пеной рта кричать. Он мудак, он подглядывает, там, ля-ля-ля. Поэтому, в общем, если вы видите вот эта вся фигня, они не убывают никогда. Убывают в последнюю очередь. Пускай играют. Нажираются. То есть, смотрите, дальше, игра продолжается, вас убили. Вас убили, блядь, убили людей, пиздец. Картинная, да? Ля-ля-ля-ля-ля. Не хуй делать, блядь. Не хуй делать. У меня ж убили, я ж не играю. Причём рядом сидят девушки, которых убили тоже. Да, и тоже ковыряются в носу, в шахтам и так далее. Вот. А сидят за столом люди, там. Они играют, а эти убили, блядь, пиздец вообще. Ля-ля-ля-ля-ля там. Кто-то пошёл бухать, там, сразу, с девицами, там, которых убили. Всё, развалилось. Что? Вы играете, продолжаете играть. Вы находитесь в обе стола. Вы что можете делать, если вас убили? Вас убили, вы ходите вокруг. Вот круг, а вы выходите вокруг. Что вы делаете? Никто ничего не делает. Можно делать массаж. И говорить, блин, я буду тебе помогать. Можно... Я вообще, когда приступки трахают, трахать реально там. Можно подходить, трахать. Можно реально управлять какую-то активность, да? То есть вы, смотрите, вас убили, вы не уходите никуда. Вы подходите и говорите, я буду делать массаж. Какие-то в кругу люди начинают говорить там, левые. Ой, а он же будет ей подсказывать. Заткнись, сука. Идущий должен сразу на это отреагировать. Так, ну-ка, блядь, молчи. Вот, да, продолжай. Он делает ей массаж. Что, не видишь, блядь? Что, ревнуешь? Сиди. Всё. Точно будут так делать. Всегда так делать. То есть человек начинает ходить, ну, с того в классике, в мафии такого нельзя делать, чтобы люди, как бы, массаж делали сами. Потому что они реально могут подсказывать. Дальше. Вас убили. Вы подходите, делаете ей массаж. И на ушко говорите, а вот мафия, на самом деле, вот тот чувак, который мирный житель, блядь. Вот. Вы продолжаете, сука, игру. И она благодарна тебе за то, что ты ей подсказал. Понимаете, да? У вас уже связь идёт, ахуенно. Вот. Значит, если вдруг ведущий тоже должен понимать, что происходит, как бы, да, что человек подсказывает, и тут какая-то сучка говорит, а я слышал, кто подсказывает, заткнись, твали. Сейчас мы ж наказаном. Тебя вообще заткнули, блядь. Молчи. Кто подсказывал? Кому подсказывал? Он ей. Он ей массаж делает. Что, не видишь? Отвалели. Я вижу, что она ревнует просто. Так. Не ревнуй. Всё. Сиди и дай нам проиграть. Если она сильно выёбывается, тогда проститутки должны отработать, да, понимая это, и заткнуть. А чтобы проститутки заткнули, когда проститутки все женщины не в теме, нужно, чтобы человек подошёл, он делает массаж и прислушает. Вот эту надо заткнуть. Она много пиздит. И всё. Она нас там выпалит, что мы, блядь, шепчемся. Давай и заткнём. Вы, блядь, сразу раз синтегрировались, как бы, тоже в игре, блядь, ну и так далее. Дальше просто включайте фантазию. Много фифических. Да, ведущие. От вас много зависит. Вот вчера, например, от комиссара, да, там, убивает, он проверяет, проверяет мимо житей. Говорю, да, это мафия, да. Он, уходя, говорит, вот он проверенный мафия. Столько возмущения, столько эмоций. Как явно. А ты тоже начинаешь ему возмущаться. Зачем ты мне сказал, что она мафия? Она же мне, блядь, иди. Здесь, здесь играй, играй, там. Ну, то есть, поджираться по понятиям. Теоргия такие. Это же, блядь, неправильно. Человек играет в мафию. Он забыл про то, что этот тренинг посыпает. Он только в мафию играет, блядь. Охуенно. Вообще смешно. Вот, понимаете теперь. Вводите правила свои новые. Вот я вчера офигенно придумал прямо онлайн правила, что если человека убивают, но проститутки его потом трахают, он оживает. Понимаете? То есть не только доктор может лечить, а еще и шлюхи вы его в человека к жизни его возвращают. Классно. Придумывайте онлайн всякое, что вас разомнет в теме. Скажите, а девчонки завтра, вчера, вот эти девчонки, которые приходили, да, играли в мафию. Им понравилось играть в мафию вообще? О! Это хороший вопрос, потому что если нет, надо менять какую-то активность, делать в труду или в другом месте. Важный вопрос. Вчера наши девочки, вот эти, которых ты прям маленькие, сидят и спрашивают, а кто организатор? Артём. Ну я. А они такие, спасибо вам большое. Такой интересной мафии у нас не было никогда в жизни. Все, он их соблазнился, мы ничего не делали. А в казах был, ребят, я. А, из-за спрашивала. А, вот тебя, ни слова. А потому что зачем ему напрягаться, когда рукой польшой. ладно так все итак макро нас поскольку пусть нормально сделали там пусть и собираются приводим можно отдавать до хватило времени теперь фальс нужно всем собраться как и сделать фальс спеши сейчас разрубить собрать нарушку флэстом они больше давай были бани готовы сегодня не сделано денег давай соберем на сейчас ты сейчас выйдешь отдельно проведешь этот самый Так, ребята, смотрите еще раз. Вчера мы классно проработали, вчера была акция, а вчера получилось с акцией вытаскивать. Или вы вытаскивались с другого места? Мне интересно просто. Откуда женщина? Во всяком. Были девочки, которые выцепили их, они видели акцию, мы их выцепили, они пришли. Было позитивно. Акция помогла выцеплять, то есть акция сделала эффективную приводу? Да. Какой процент он, ребята, просто отменяется? Помала? Или больше. Тогда надо делать акцию тоже. Надо сейчас повторять акцию и делать то же самое. Нет, я могу сказать про себя, вот правильно, сказался 10 телефонов возьми, одна придет. Я просто взял не по акции, просто... Даже, подожди. Нет, я взял акции там, а на акции. Три, четыре телефона под две штуки, две майки под? Да. Да. Все, конечно же, все про динамику. А этих я отдельно вообще забрал. А этих без акций. Так, ребят, так что, давайте решим, мы делаем акцию или сегодня не делаем акцию, пробуем без акции. Я думаю, что не стоит. Можно сделать перерыв, да, можно сделать там Посейдона, например, там, такая более лайковая акция какая-то. Или просто по улицам, по пляжам собирается? Можно просто по улицам, по пляжам собрать, в майках можно собирать, без акции. Тоже в майках можно подходить. То есть, а вы видели вчера, у нас классная база на эту тему. И говорите, сегодня будет вечеринка и мафия. Вот смотрите, на слово «вечеринка» классно реагируют, я сам хорошо реагирую. Мне иногда, когда там, я приближаю в другие страны, мне чувачки там на пляже говорят, «Ты знаешь, что будет в вечеринке?» Я всегда иду туда, да, потому что, ну, сняли все дела. И девушки тоже не хер делают. Вы говорите, будет тематическая вечеринка какая-нибудь там. Вот есть там клуб Мавшова там какой-нибудь, есть клуб КВ-щиков. Короче, нужно легенду хорошую, красивую придумать, да, на которую они пойдут. Которая делает тематическую вечеринку. Ну, я люблю там серв-вечеринку тематические. Ну, тут, как бы, нет, а тем, кто тюлень отдыхает. То есть, тюлень у них такая-то хуйня. Тогда им нужны аниматоры, да, клуб аниматоры. Да, есть, да, тематическая вечеринка, аниматоры – это хорошая история. Секс-аниматоры. Майки у вас есть? Да. Идёте, у нас тематическая вечеринка, идёте в майке. То есть, сегодня тогда акции не делать, да. Просто собираем так. И знакомиться, значит, вы в майке, без майки, неважно. Знакомиться друзей. Знакомиться вот этой девушке какие-то, да, тра-та-та. Отрабатывайте подход. Я, мы с женой приехали отдыхать, а вот, значит, мои друзья, два хвостка в туле. Знакомиться их с мужика, с женщиной. Параллельно приглашайте в мафию. Да, параллельно приглашайте в мафию, там, приходите, приходите, тусите с ними. Общаясь. Что? Розетки не успеем мы сделать. Артём, ну к завтрашнему дню должны, ребята. Я думаю, точно. Что там? Проблемы есть? А параллельно есть? Так я и говорю, если человек всё сделает, мы сейчас вам отдадим всё в вашей ответственности. Будут визитки? Берёте, собираете группу, раздаёте на все группы. Значит так, мы встречаемся, получается, в восемь встречаетесь, в половину девятого приводите. Вчера всё время хватило сделать, да? Нормальная встреча, в восемь возле Макдональдса все встретились. Вы видите, здесь зал до одиннадцати, то есть два часа с девяти до одиннадцати здесь есть. Это возможно, понимаете? А потом перемещаемся туда. Нормально, да, всё нормально. Итак, продолжаем. Колонки сбывать? Да, ребята, колонки, кстати, допустим, потому что я не нашёл здесь. Здесь в отеле нет. Что? Я не знаю. У кого есть? Всё, знаешь, найди. Короче, ребят, смотрите, вот все эти вопросы там в Краснопольске сейчас деньги соберёт и нашло бы. На алкоголь нужно тоже собрать. Все за то, чтобы купить бухла. Да! Всё, да. Да ещё вопрос такой. Давайте так, сами не берём бухлу, не надо. Да. Зачем деньги тратить на то, чтобы бухать сами? А потом бухайте все вместе. А вы не надо? Да, вы тратите пару евро на то, чтобы... Говори, чтоб голода там слизь. Чтоб снова призвать. Ещё такое. У нас осталось сорок евро за шляпу. Около сорока евро. Так вот отдай полковой. Вы что, я даю на алкоголь? Нет, нет, нет. Уже вы должны за алкоголь. А, вы должны за алкоголь. Не алкоголь. Все согласны, что мы просто эти деньги отдаём на алкоголь? Да? Окей. И ещё, ребят, смотрите, есть такой гулят. Есть. Мне вчера я ходил по пляжу, мне что-то предложили, типа, корабль порыбачить там вечером. Вот. Если у вас будет желание, можно поехать всей группой. Если не пущу. Ну как ты? Да, ну как ты. Шесть евро с человеком. Давайте, давайте. Я тоже с удовольствием. Можно набить туда кучу женщин, куда ещё. Хотя они не поедут, скорее всего. А можно просто нажраться. Организуйте. Мы только за. Я только за. Порыбачить вечерком. Мы можем один из дней выделить на то, чтобы не здесь делать тренинг, а собираться там не в марфе играть, а поехать на корабле там покататься, собрать народ. Смотрите, как мы делаем, да. Вот мне дали этот факс, они сказали на пирсе, мы подходите. Значит, мы платим 300 евро за корабль. И всё. Любое количество людей до 120 человек туда пласят. Наш корабль целиком. 300 евро стоит. Три часа рыбал. По 8 евро с человеком. Слушай, а это можно прямо на мафии говорить. Прям вот себя. Значит, мы можем туда, мы можем туда тащить ещё 100 женщин. Или мужчинам. Мусы. Или негров. Одного негра и 100 женщин. Ребят, если будет негр, значит будет киста такая в тусовке негр. Негритяночка. Наконец-то появится кто-то больше Артёма. Только негритяночками. Можно нафоткаться с негритяночками, с негром. Такая-то пацанальная тусовка. Вот пару тальянцев с маленькими членами тоже негритяночка. Много нового галатара в контакте. Бля, всегда считалось вы, что инвалидники. Появились эти два человека, которые... С кем ты общаешься? Что ты понимаешь? Интересно вообще. Артём, где вы выращиваете такие хуи? Где наращивают такие члены? Я вам вчера все это сняли. Что? Это сомразнение членов. Там все уже девочки, которые здесь сидят, две девители уже и трахают. И трахают. И трахают. Ну, две это не считается они. Так я вчера хотел, чтобы Артём вышел голым. Я это сам предложил, придумал. Но у вас подносы не будут, блядь. Поднос надо, чтобы был... Да, короче, найдите Артёма поднос. А я буду бабой сирку. Я одену с бабой. Я должен был выйти в полотенце, а полотенок. И какая-то девица просто с меня его снимает и я... Девочкам с вас не хочется снять полотенце, собрать. Я буду тёлкой. Сбыла тёлка. Ты будешь лошадь подругой забрать. Ты чё ты, блядь, говоришь? Ты не сказали, говори. Прошёл надо, блядь. Задовусь мразь, блядь. Блядь, он не отбежёт. Ну ладно, не стану, а хорошо. Иди в папку собрать собачь. Блядь. А вот тот жирный негрый. Блядь, я забыл свой парик взять. Сам, блядь. Какая тёлка была на мастере, а? Ладно, ещё раз покажу. Какая классная тёлка была на мастере. С белыми волосами. Валентиночка. Ну что, готовы? Всё понятно. 8 собираемся здесь. Итак, ещё и... Алик, а поднимашку будут твои задания? Нет. Не надо сейчас никого поднимать. Поднимашку мы сделали. Вы знаете, как мы учились. Мы учились, короче. Это можно будет использовать и как задание, вот как вчера человек понёс, но можно в определённом случае. То есть не как задание, а просто в контексте вашего общения можно будет нанести. Умеете уже это делать. Во время того, что вы вместились вверх, уже все вперёд и уносим там, и всё. А если все будут лапать всех девиц, будет неправильно. Давайте так обниматься, вот так прижимать свою девочку, да? Каждой своей девочке. Ну блин, либо флот вверх. Ты хочешь, чтобы они всех обнимали? Нет. Просто лапать это будет... Свою девочку. Свою девочку один раз прижал вот так просто, и прозвучал так не совсем понятно, что будет. Да-да. То есть, если они начнут всех обнимать, они опять перекормят нас вниманием. Вообще мастер не трогает женщин. Он дружит. В ростере она уже обнимает. Папа может научиться, поэтому мастер... Смотрите, мастера не трогают женщин. Это не нужно. Потому что ты работаешь с мозгом, и она уже сама тебя хочет, сама хочет тебя трогать. И хочет быть с тобой и так далее. Но это интересная тема. Она тоже еще классно работает. То есть, как просто зажать вот так вот, прижать ключ и нить, это тоже хорошо. В классике вообще, если говорить про мастерство, то мастер должен... Мастер делает так, что она это заслуживает. То есть, вот она служила это, тогда ты ее потрогала. Он служил, тогда ты поцеловал. Для нее это достается как ценность какая-то. Но мы вас пока учим потихонечку, да? То есть Оля мастер? Оля? Нет, Оля женщина. Нормально. А чтобы стать мастером... Вы увидели, блядь, что бы я хотел и лапал всех подряд? Да. Я помню, не лапал. Никого не граждан. Я? Да ладно тебе. Я навсегда. Мастер смертный. Просто ходил, там... Ну, были там прикосновения, там, но они должны были быть. То есть, когда нас сидел, там надо влашение на день, там... Идеальная история, когда девица тебя лапает. Лапает, или бьет, или какой-то контакт сама ставит в своем силу. Провокация, да. Надо делать провокацию, то есть это лучше. Но нам нужно отработать вот эту фишку подчинения, да? Нам нужно отработать подход сзади. Потому что этот момент, когда у тебя уже хорошее доверие с девочкой, ты подходишь и начать чувствовать тебя, и готов уже отдаться тебе так. И вы должны... Там будут косяки, и покосячить, и ничего, вы же учитесь, да? Они могут убиваться. Мы, если что, будем... Ну, объясняйте, если это будет непонятно. Аккуратно, тихо там. Только без всяких вопросов. Да, да, да. Просто покажем, как там. Еще важно, ребята. Если вдруг какая-то фигня идет, непонятно. Вчера уже были люди, которые бы хотели лосьли, а скажи мне, вот как... А вот у меня есть вопрос, да? Мы, понимаете, женщины находятся в группе, они слышат все, а вы начинаете общаться про эту тему. Правило такое, мы на мафии не общаемся про эту тему. Мы на мафии друг друга не знаем. Мы сами друг с трудом познакомились все недавно. Вот я не знаю этого человека, я говорю, здорово, привет. Не надо вообще так делать. Они сейчас неестественно шпекать. В общем, ну вы стараетесь не палиться, что вы там приехали, вы хотите всех жахтать. Не палиться, что я что-то знаю, что могу вам рассказать, чтобы ты ее жахтал. Потому что когда мальчик подошел к девочке, она его послала, он подходит ко мне, а что делает? Вы смотрит на нее, показывает на нее пальцы. Это выглядит мне очень классно, понимаете? Валя. Ну это вам в минуту, кстати, тоже большое. Смотрите, теперь.